Всем привет, на связи Ула из жаркого дубайского авторынка. Сегодня представляю вашему вниманию Теслу. Когда я вижу автомобиль Тесла, мне сразу хочется спеть песню. Но сейчас не об этом. Тесла, модель 3, абсолютно новый автомобиль, но он, кажется, 2021 года производства. И он, да, привезен из Китая. Если вы не в курсе, что завод Теслы находится тоже в Китае, то погуглите, пожалуйста. Пойдемте посмотрим этот автомобиль. Чтобы открывать Теслу, надо вот так вот пальцы делать. Круто. Делаю это. Оп. И открывает. Плюс еще отдельный подход к ключам. Ключ выглядит вот так, как карта. Выкладываете сюда, и он у вас открывается. Это не самый первый электрический автомобиль, я вам скажу, в мире, но это самый первый электрический автомобиль, который произвел фурор продаж. Потом садишься внутрь, садишься внутрь, минимализм, максимальный минимализм. Минимальный максимализм или минимальный максимализм. Чего, блядь? Просит подложить карточку. Смотри, он просит мне подложить карту. Вот берем карту. Пойдем я сюда. Ого. И что, она запустилась уже что ли? Хорошо. Включаем на драйв. Прикольно, прикинь. И она покатилась. И она покатилась. Ставим на паркинг. Где ты мне показываешь паркинг? Все. Мы на паркинге. Ощущаешь себя в Тесле, как будто к планшету прикрутили машину. Такое детско-радостное ощущение. Ты сидишь и радостный такой. Так. Что мы еще можем поюзать на этой Тесле? Давайте в целом расскажу про автомобиль, про электромобили. Для чего покупается электромобиль. Вот меня сейчас понесет. Ребята, пойдемте вам расскажу. Для чего покупается электромобиль. Для экономии. Это раз. Во-вторых, чтобы не загрязнять экологию. Многие считают, что когда ты ездишь на электрическом автомобиле, ты не загрязняешь экологию. И тем самым помогаешь окружающей среде. Но все это хрень. Сейчас я вам развею все ваши мифы. Зарядить Теслу на электростанции стоит денег. Везде по-разному. Заряжать ее дома это очень долго. Из-за этого все пользуются электростанцией. Быстрой зарядкой. Суперчарчер. Хорошо. Если вы хотите покупать Теслу в целях не загрязнения экологии, это тоже хрень. Давайте для начала посмотрим, откуда добывается электроэнергия во всем белом свете. Атомные электростанции. Ветряные мельницы. Вы знаете, что ветряная мельница не разлагается в природе. После ее утилизации она никак не разлагается. Это никак вы не помогаете природе. Если мы берем солнечные батареи, в том числе солнечные батареи тоже в природе не разлагаются. Их никак не утилизируешь. И они просто складируются. Загрязняя тем самым что? Природу. Вот так вы помогаете природе, ездя на электромобилях. По твоей логике лучше на лошади кататься. И то экологичнее будет. Дальше. Давайте посмотрим. Ну, для чего еще покупает электромобиль? Для электротяги, которую берет снизу, до самых верхов. Заявленные производителем, если вот в режиме овощ, без кондиционера, без фар, без ничего ездить, до 500 километров на полном заряде. Как правило, никто так не ездит. В стандартном режиме 350 километров. Он на полном заряде проезжает. А если в режиме газ в палац, как называется, 150-200 километров, он проезжает на полном заряде. А тут достаточно большой покажник. Покажи это ребятам с 90, да? Та-да! Все без звука работает. Не то, что на Lexus. А что это дальше не открывается? Мы можем пойти дальше открываться. Или это бичевская комплектация? Честно, я в Тесла комплектация не разбираюсь. Для меня Тесла есть Тесла. Они бывают двухмоторные, то есть полноприводные, и одномоторные. Это одномоторный. Присаживаемся назад. А, в натуре это бич комплектация, оказывается, прикинь. Здесь должна быть кнопка, которая закрывает машину. Ее здесь нет. Так вот же стоит. О, это значит, я лошара. Нет. А, она не закрывает. Прикинь. Че-то не закрывает. А, она замок закрывает. Она просто на замок закрывает? А, может, это открывает? Давай попробуем. А, прикинь, это открывает? Это газон, ты лошара с тобой. Че мы с тобой? Я только снимаю. Ладно. Ты лошара. И вот это вот прикал, это вот так вот руки делать. Итак, прижаживаемся сюда. Все-таки здесь самое интересное находится вот здесь. Так, давай потыкаем. Ой, видео можно потыкать, позвонить кому-то. Так, а здесь есть режим ликования? По-моему, должен быть. Та-та-та-та. Трипс, дисплей, Лайтс. Должен быть здесь этот режим ликования все-таки. Это на модуль Y, по-моему, только. Да? Жаль, жаль. О, полный, смотри, наполовину заряжен он сейчас. Думайте, как оптимисты. Тесла не наполовину разряжена, а наполовину заряжена. Тут автопилот. Кстати, автопилот в Эмиратах очень даже хорошо работает. Так, Лайтс, дисплей, Трипс, Навигейшн, Скайсофити. Ограничение скорости. Нифига, здесь можно все настраивать под себя, прикинь. Модуль 3. Вин номер, тут все дела. Ну, короче, это классный такой прикольный планшетик. Игрушечка. Кстати, здесь нет бардачка, что ли? Прикинь, нет бардачка. Ничего себе. Чего, хорошее, здесь даже беспроводной зарядки нет? А, вот, вот она, вот она. Фух, ну, нифига себе, беспроводной зарядки нет. Катца есть. И это считается, вот, прикинь, игры есть. Так, а как плей? А, нужно сначала загрузить, а касса, блин, я бы игру поиграл бы здесь. Прикинем, сколько игр здесь уже встроенных. Ну, я счастлив, как ребенок. Прикольная тачка. Потолки, потолки, смотри, какие. О, ничего себе. А что, так нужно было, что ли? Весь мир видно. Весь мир? Снизу вверх. Какой-то тусклый мир у нас, ребята. Однажды я видел видео в интернете, как вот здесь, вот здесь, в моторном отсеке, точнее, в этом отсеке барана везли. Кас, кури, давай. Честно, я счастлив, как-нибудь. О, открылся. Звук, как будто трактор завели. Покажи, покажи. А, нифига себе, с планшета открывается, оказывается. А что, если батарейка сядет, все? Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум. Салам. Вот сюда барана ложили, прикинь. Таня. Да, ложили, реально. В Теслу. Я даже попробую видео это прикрепить. И закрылся. Так, спортивную сумочку закинуть. С деньгами, да? С деньгами. А как еще? А для чего спортивная сумка? Вообще, с такими деньгами, ну типа, на разборки, вот приехал, положил деньги, закрыл, у тебя батарейка села. Будущее, оно уже, вот оно здесь, рядом, оно уже вот наступает прям близко-близко. Ну что, в целом, ребят, зато стоимость классная. В районе 55 тысяч долларов стоит чистая стоимость здесь, в Эмиратах этого автомобиля. Плюс-минус, цена всегда варьируется. Но зато во многие страны он заезжает без растаможки. Просто оплачивается. НДС не заезжает. Не нужно платить таможки. Это классная возможность завести себе электромобиль. Спасибо большое, что досмотрели до конца этот прикольный видосик. Обязательно комментируйте, что-нибудь предлагайте вот в комментариях, что вы вообще в целом думаете об этом автомобиле и предлагайте, какую следующую машину вы бы хотели увидеть на обзоре. Вот такие лайки поставьте. Подпишитесь обязательно на этот канал. Всем удачи и пока. Пиздец планшет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok